С сегодняшнего дня в коммунальном транспорте города действует безналичный расчет. Оплатить проезд теперь можно с помощью смартфона и приложения Privat24. Для этого нужно войти в систему, отсканировать специальный QR-код, который находится в транспортном средстве, и оплатить проезд. Отображается информация, я выбираю карточку, с которой я буду оплачивать, нажимаю подтвердить. То есть мне выходит сумма к оплате, 4 гривны, если видели, я нажимаю подтвердить оплату. Для того, чтобы такой проект стал реальностью, Верховная Рада принимала специальный закон «Электронный билет». Цель – детенизация экономики, то есть более лучший учет денежных средств в стране. В целом эта система позволяет прозрачно считать доходы транспортников, прозрачно учитывать перемещение и понимать пассажиропоток. Однако такая система будет действовать только в троллейбусах и трамваях. Основная масса пассажиров здесь пенсионеры, и они вряд ли активно пользуются смартфонами. В то время, как более рационально было бы внедрить ее в маршрутках, где зачастую даже не дают билетов и невозможно отследить доходы перевозчиков. Сейчас мы рассматриваем только коммунальный транспорт, но впоследствии, я думаю, будем разговаривать с частным бизнесом тоже о этом способе оплаты. Интересно, что представитель банка, разработавшего инновацию для нашего транспорта, нашел эту идею в Китае. Вернувшись в Украину, решил внедрить ее здесь. В Китае QR-коды применяются уже абсолютно везде. То есть там вы приходите на рынок, вот технология оплаты, вот как здесь по QR-коду, вы приходите на рынок, там, не знаю, кофе попить. Вы у продавца сканировали код, оплатили ему деньги. Из минусов систему можно называть то, что стикер расположен очень высоко в транспорте, что-то ставит неудобства людям невысокого роста. Однако над этим обещают поработать. Мы общались с управлением ТТУ. Меры будут приняты в том плане, что дополнительные стикера разместятся между окон. Почему на высоте, почему не стекла? Это принципиальное решение, чтобы стекла были чистыми. На стекла ничего не клеить. Электронная система оплаты уже действует в нескольких городах Украины. Первым был Львов, затем Харьков, Днепр и другие. Все затраты по установке и обслуживанию взял на себя банк.